7 января Россия отмечает День Победы над войсками французского императора Наполеона Бнапарта в Отечественной войне 1812 года. Эта дата была узаконена 6 января 1813 года манифестом Александра I об окончании Отечественной войны. В этом манифесте предписывалось ежегодно в День Рождества Христова праздновать и Великий День Победы. Традицию отмечать победу в войне с Наполеоном соблюдали по 1916 год. В празднование годовщины включали в себя элементы, обычные для других праздников – смотр войск, фейерверки, приемы и молебны, крестные ходы и установка памятников, изготовление медалей и юбилейных монет и прочее. В течение XIX века были созданы сотни произведений искусства, увековечивших славу русских воинов 1812 года. И постепенно сложилась народная историческая память о тех людях и событиях, которые сегодня сразу вспоминаются при упоминании войны с Наполеоном. Наполеон был уверен в своей победе. Нужно было определить, куда нанести главный удар. Наполеон сделал выбор, сказав своим маршалам. «Если я возьму Киев, то возьму Россию за ноги. Если овладею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу ее в самое сердце». И 12 июля громадная армия Наполеона напала на Россию. Одно не учел Наполеон. В России ему противостояла не только армия. Весь народ поднялся против непрошенных гостей. Воспини ликуй, Россия, православный наш народ. С нами ангельская сила, вражью силу разобьет. Не уроним русской славы, долг исполнен до конца. В бой пойдем за честь державы, за Кутузова отца. В войне Россия победила. Но это была не просто победа одной армии над другой. Все русские люди, как один, встали на защиту своего отечества. Крестьяне и дворяне, женщины и подростки, родовитые офицеры и простые солдаты. Об этих героях, защитивших родную землю, и пойдет наш рассказ. Сначала русскую армию возглавлял военный министр Михаил Богданович Баркалай-Детоли. Он участвовал в кровопролитном аустерлийском сражении и в заграничных походах русской армии 1806-1807 годов. Имел награду за взятие Очакова. Умный, осторожный человек, искренне преданный России, он понимал, что большое сражение недалеко от границы погубит нашу армию, уступавшую Наполеону и по численности, и по готовности к войне. Баркалай выбрал единственно верное в этих условиях решение медленно отступать вглубь страны, изматывая французов оборонительными сражениями и заставляя их оставлять в каждом захваченном городе и деревне часть войска в виде гарнизона. В битве при Бородино Анлич наводил в атаке полки, не единожды оказываясь на грани гибели. За героизм был представлен к ордену Святого Георгия II степени. В самый сложный и ответственный период войны с Наполеоном командование русской армии принимает Михаил Илларионович Кутузов-Голенищев. Уже на второй день после своего назначения Кутузов выехал в армию. Его приезд был встречен всеобщим ликованием. Тут же родилась поговорка «Идет Кутузов бить французов». Михаил Илларионович понимал, какой великий враг стоит перед русской армией. Такого врага нужно побеждать не только силой, а умением и военной хитростью. Кутузов поставил главной целью сохранить русскую армию, укрепить ее боеспособность, упрочить дисциплину и подготовиться к генеральному сражению, а пока путем отступления изматывать противника, ослабить его силы. Он продолжал стратегию Барклая, отступая к Москве. Под давлением верховной власти и общественного мнения был вынужден дать генеральное сражение. Несмотря на протесты многих генералов на военном совете в Филях, Кутузов поддержал Барклая Детоли, предложившего ради сохранения армии оставить Москву без боя. Кутузов был очень мудрым и дальновидным полководцем, умевшим наперед оценить ситуацию и принять верное решение. Ведь недаром сам Наполеон называл его «хитрым лисом». За Отечественную войну Михаил Иларионович был награжден Орденом Святого Георгия Первой степени, став полным кавалером. Одно время адъютантом главнокомандующего русской армии генерал-фельдмаршала Кутузова был храбрый Улан Александр Соколов, прославившийся в Бородинской битве и многих других сражениях. Он снискал особое признание за свою отвагу, но в имени его скрывалась большая загадка. На самом деле отважным Уланом была женщина, Надежда Андреевна Дурова, первая в русской армии женщина-офицер. Она остригла свои косы, переоделась в мужскую одежду, тайно покинула дом и вступила в казачий полк, назвавшись мужским именем. Когда же истина открылась, сам император разрешил ей продолжать службу и дал ей фамилию по своему имени. С тех пор она называлась Александром Андреевичем Александровым. За подвиг спасла раненого офицера, получила Георгиевский крест и была произведена в офицерский чин корнета. Выйдя в отставку, она стала писателем. Удары армейских партизанских отрядов не были бы так грозны, если бы не поднялись на партизанскую народную войну крестьяне России. Они брали топоры, вилы, косы, рогатины, с которыми охотились на медведей, и нападали на мародеров, гнали их из деревень, захватывали в плен. Самых храбрых и смекалистых вожаков выбирали крестьяне командирами отрядов. Василиса Кожина – русская партизанка, народная героиня, наравне с мужчинами, участвовавшая в борьбе с французскими оккупантами во время войны 1812 года. После гибели мужа Василиса во всеуслышание заявила, что намерена продолжать борьбу с оккупантами и призвала односельчан присоединяться к ее движению. Мужчин в деревне практически не было, все сражались на фронте. Поэтому к команде мстительницы примкнули вооруженные вилами женщины и дети. Личность русской крестьянки Василисы Кожиной оставила значимый след в истории Отечественной войны 1812 года. Они слагали легенды, рисовали лупки, посвящали патриотические стихи. Одним из первых к образу героини обратился русский писатель – Лев Толстой, включивший историю женщины в свой знаменитый труд «Война и мир». Единственное прижизненное изображение героини создал в 1813 году русский живописец Александр Смирнов. На портрете крестьянки изображена в народной женской одежде. Благодаря таким смелым людям была достигнута победа над Наполеоном. Участник Отечественной войны 1812 года, герой Бородинского сражения, известный русский литератор Фёдор Николаевич Глинка писал в своих воспоминаниях. Война 1812 года неоспорима назваться может священную. В ней заключаются примеры всех гражданских и всех военных добродетелей. Итак, да будет история сей войны лучшим похвальным словом героям, наставницею полководцев, училищем народов и царей. Нет пути к победе ближе, чем идти всегда вперед, и со славою в Париже мы окончили поход. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог? Но бог помог, стал ропот ниже. И скоро силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь – главой царей. Если вы хотите больше узнать о героях той войны, можете прочитать следующие книги.